Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Скидки на тракторы. А что еще даст краю соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом? Как воспитывать детей? Личный прием мам и пап в консультационном центре. В крае вновь закрывают трассы. Принесет ли проблем этот снегопад? Сотрудничество продолжится. Губернатор края Виктор Томенко и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. К слову, сотрудничество продолжается уже 8 лет. Сегодня в наших хозяйствах различные формы собственности. Более 3000 единиц тракторов Кировец находятся в эксплуатации. Запчасти для них производят на наших предприятиях. Наибольший объем взаимодействия с алтайским шинным комбинатом. Петербургский тракторный планирует расширять сотрудничество. К примеру, Барнаульский завод механических прессов монтирует новую линию по производству дисков. Также в рамках соглашения сельхозпроизводителям региона предоставят скидки в 10% на стоимость тракторов Кировец. Очень важный этап сегодняшней встречи, потому что мы запустили новый трактор, новую модель, трактор К7М, трактор К5, который в ближайшее время начнет локализовываться опять на территории Алтайского края и станет доступным в ближайшие дни и недели для сельхозпроизводителя Алтайского края. Кстати, уже в этом году в Барнауле в начале проспекта Калинина появится новый памятный знак, посвященный промышленным предприятиям, которые эвакуировали в годы войны на Алтай. 17 эскизных проектов поступили на конкурс, организованный Алтайским техническим университетом. Все работы выполнили студенты Института архитектуры и дизайна. Лучшую выберут до конца этой недели. В жюри известны архитекторы, скульпторы, художники. Сам памятный знак построят предположительно до конца текущего юбилейного года. Напомним, в годы Великой Отечественной войны на Алтай было эвакуировано более 100 предприятий из Европейской части России, большая часть которых затем составила промышленность края. Автобусы не ходят. К нам в редакцию обратилась жительница Быстроистокского района. Ее мама пожилая женщина вынуждена нанимать такси, чтобы доехать из села Приобское до райцентра. Расстояние между населенными пунктами 7 километров. Сейчас вообще никакого транспортного средства нет. Она должна нанимать личника какого-то, кого-то просить, заплатить ему эти 200 рублей, чтобы выкупить таблетки, которые стоят 35 рублей. Это я вот вам просто клянусь. Раньше автобусы ходили трижды в день – утром, днем и вечером. Говорит Татьяна. Все потому, что многие жители Приобского работали в быстром истоке. Но три года назад общественный транспорт ходить перестал, так как у местного автопарка начались проблемы. Поэтому, чтобы получить пенсию, купить таблетки или попасть в больницу, жители берут такси. А удовольствие это не из дешевых. Мы планируем разобраться в проблеме. К другим темам. Мам и пап Бурнаула научат воспитывать детей. На базе детского сада номер 261 заработал консультационный центр для родителей. Валентина Аскерова продолжит. Не ловится? Да ты не тем концом ловишь. Держи. Задача родителя – подсказать малышу, как правильно. И не только в рыбалке. А вот мамам и папам часто помочь некому. За ответами и советами теперь приходят сюда, в консультационный центр истоки. Как ребенка отучить от соски? У нас сейчас такая проблема. И как приучить горшку? Нам вот сейчас будет в марте полтора года. Мы стоим на очередь в детский сад. И чтобы жить было легче в данном моменте, я сюда пришла с данным вопросом. В прошлом году Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи победил в федеральном проекте. На сумму гранта открыли этот центр. По примерным подсчетам, его клиентами станет почти 10 тысяч родителей, а может и больше. Психологи говорят, что причин обратиться немало. Плохой сон, агрессия младенца, детские истерики, налаживание детско-родительских отношений. И речь не только о дошколятах. Есть проблемы, связанные с школьным обучением, образованием. То есть приходят даже родители детей в возрасте 15 лет, 13 лет. Нагрузка большая, опять же, повышенное давление на детей оказывается в связи с экзаменами. То есть они умеют зачастую справиться с этой ситуацией. Но самые востребованные вопросы сейчас развития ребенка. И для этого нужны навыки. Подсмотреть их можно в самом детском саду. Истоки выиграл грант и открыл три дополнительные группы для детей в возрасте от полутора до трех лет. Приобретено оборудование такое, но я не думаю, что в каждом детском саду такое оборудование есть. И с учетом коррекционной направленности. И, конечно, конструирование. Можете обратить внимание, у нас очень много конструкторов нестандартного оборудования, которое подобрано именно для детей раннего возраста. Записаться на консультацию можно при личном приеме онлайн. На сайте истоки 261.ру или по телефону. Советы для мам и пап бесплатны. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Мушкеты, сабли, кремневые пистолеты. Славу русского оружия смогут увидеть барнаульцы. А в ближайшую пятницу в Краевеческом музее откроется выставка из фондов Тульского музея оружия. Какими экспонатами будут удивлять барнаульцев, расскажет Илья Кочетков. Это оружие, которое, в общем-то, в 18 веке заменяло собой погоны у офицеров. Дело в том, что когда солдаты шли в бой, их офицер в руках держал такую оливарду. Держал ее достаточно высоко. И таким образом в пылу сражения солдаты видели своего командира. Больше полусотни предметов – огнестрельного, холодного, полтора века оружия – от середины 18-го до начала 20-го века. Причем не коллекционного, а самого, что ни на есть, боевого. Мушкетон 18-го века использовали на флоте для ближнего боя и в кавалерии. Вот, кстати, в детских книжках про старину порой рисуют ружья старинные с такими вот раструбами, как дудочки. Это имеет смысл. Пожалуйста, мы видим и здесь подобный раструб. Такие мушкетоны стреляли дробью, и раструб позволял максимально увеличить площадь поражения. Выставка откроется лишь 21 февраля, так что ящики с оружием распаковывают только сейчас. Рассказывают, везли их из далекой Тулы с огромными предосторожностями, вплоть до вооруженной охраны. В Краеведческом музее к приему важных гостей также подготовились основательно. Специально для этой выставки были у нас приобретены витрины, усилена охранная сигнализация и так далее. Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы. Наряду с древним вооружением здесь будут и пулемет «Максима», винтовка трехлинейка, а также реконструированные мундиры тех лет. Чтобы увидеть все экспонаты, нужно будет прийти уже 21 февраля. Продлится выставка до 21 апреля, после чего отправится в тур по городам России. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. Ураганные ветер и сильные метели вернулись в Алтайский край. По данным синоптиков, до конца этого дня порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Это считается сильным ветром. Плюс пройдут снегопады, местами сильные метели. На дорогах сейчас гололед и снежные заносы. Из-за нулевой видимости Алтай-Автодор уже закрыл несколько трасс Рубцовск-Змейногорск, а также дорогу Юдиха-Славгород. Движения восстановят, как только погода улучшится. В госавтоинспекции рекомендуют не рисковать своей жизнью и воздержаться от дальних поездок. К счастью, по предварительным прогнозам, непогода продлится недолго, до середины завтрашнего дня. На этом у меня все. Через несколько секунд еще немного о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар».